Здравствуйте. Вы подъезжаете к Крымскому мосту, в данный момент находитесь на пункте досмотра. Просьба подъехать в стоп-линию и пройти досмотр. Это много времени не будет. Спасибо. Эти 19 километров сегодня едва ли не самые охраняемые в стране пункты досмотра располагаются с обеих сторон Керченского пролива. Такую проверку на Крымском мосту проходит каждый десятый проезжающий автомобиль. На Крымском мосту была мера безопасности, положительно отношусь к ним, все хорошо. Дорога быстрая. Особое внимание к иностранным номерам, тонированным окнам и перегруженным машинам. Кроме того, практически со всех сторон мост охраняют сотрудники Росгвардии, полицейские, спецслужбы и даже водолазы. Однако о таком пристальном внимании водители могут только догадываться. Регламентом предусмотрена остановка транспортных средств, высадка пассажиров, проход их через рамки металлоискателей. Если все в порядке, то транспорт далее следует в сторону Крымского моста для перехода на сторону Тамайна. Не менее оживленный трафик не только на Крымском мосту, но и под ним. Этот морской мангуст догонит любого нарушителя. Катер с пограничниками круглосуточно патрулирует акваторию. Перед тем, как судно пройдет под арками Крымского моста, его обязательно проверят. А если надо, и досмотрят. Внимание очень большое к Крымскому мосту, ввиду того, что очень интенсивное движение. Как со стороны Черного, так со стороны Азовского моря. Если сравнить оживленное шоссе, корабли и суда следуют, торговые суда следуют со многих стран. В этот центр управления приходит вся информация о происходящем на мосту, под и рядом с ним. Здесь готовы к любой нештатной ситуации. За 10 дней даже приходилось несколько раз эвакуировать автомобили. Водители не рассчитали количество топлива в баке. С данного центра управления можно осуществить контроль также за любыми перемещениями. Продольными, поперечными арками установлены там шок-трансмиттеры. Любые датчики отслеживают все нагрузки, поступающие на пролетные строения. Также мониторинг метеообстановки осуществляется. Скорость ветра, температура окружающего воздуха. За 10 дней после открытия по Крымскому мосту проехали 125 тысяч автомобилей. Чаще всего нарушают скоростной режим и останавливаются на арке. Водители готовы заплатить штраф, лишь бы только сфотографироваться на ее фоне. Многие не скрывают, едут, чтобы увидеть новый мост. Дорога великолепная, ровная, шикарная. Мы мечтали по ним проехать. Просто плакали, когда ехали. Это правда. Сегодня 10 метров где моста. Мы решили отметить сегодня здесь. Путь в Крым стал быстрее, комфортнее и безопаснее. Однако в разгар курортного сезона на дорогах полуострова будет тесно. Ситуацию должны изменить новые трассы. Краснодар, Тамани, Керчь, Севастополь. Их обещают построить через два года. Четырехполосную дорогу прокладывают в обход курортных городов. Через весь полуостров от Крымского моста до самой западной точки Севастополя можно будет доехать всего за три часа. Энвер Аблязис, телеканал Миллет.